Сейчас вот основные трудности, основные проблемы для жителей поселка, которые необходимо решить. Ну, во-первых, жители беспокоят ситуацию, когда, ну, фактически две армии очень близко друг к другу становятся. Вот, поэтому мы считаем это небезопасно, да, если вы читаете интернет, заявление, да, вот, это очень опасно. Поэтому я считаю, что две армии должны как-то между собой согласовывать, может быть, даже, пусть это в условиях войны как-то звучит, ну, кощунственно, да, и как-то, может быть, непонятно, но надо уметь говорить, надо уметь договариваться, понимаете, почему? Потому что это очень важно, поэтому первое для нас это безопасность наших людей, так, мир, да, в широком понимании этого, мы не хотим быть врагами ни для кого, идет. Мы считаем, просто наша позиция и нас мало кто слышал, Украина как государство еще не родилась, идет. То, которое было государство, а я могу это говорить, потому что оно рождалось на моих глазах, его еще фактически не было. И об этом фактически говорили люди и в Киеве, и говорили в Донецке люди. Государства не было, его надо создать. Государство, в котором каждый человек чувствовал бы себя комфортно, понимаете? И, ну, невозможно, мы очень часто слышали в последнее время, особенно, реформы, реформы, у нас слово реформы стало, ну, уже таким ругательным словом, нарицательным идет. Допустим, я очень, и мы знаем, после каждой реформы людям становилось только хуже. Современное сельскохозяйство, да, реформирование, это ведь хорошо, да, когда применяется новая техника, современные технологии. Но у нас получается, как, при колхозе было 125 механизаторов. А вот здесь? Да, здесь. При современной технологии обходились работы с шести механизаторов. Представляете число, куда пошли освободившиеся люди? Вот государство должно было подумать над этим, да, и создавать рабочие места. Мы предлагали много раз, давайте создадим в сельском совете коммунальное предприятие, мы возьмем себе воду, возьмем себе дороги, да, будем оказывать бытовые услуги населению, это не было сделано. Идет, потому что у нас киевская власть думает, что они сами знают, как надо правильно жить и работать. Мы полтора года без, фактически, без государственной власти, да, и сегодня ее нет, идет. Но мы ведь живы, у нас ни один человек не погиб. Мы решили вопрос по восстановлению энергоснабжения, мы эту работу делали каждый день. Мы водопровод полностью все делали на своих руках, мы столбы сами ставили, без техники, просто ручным трудом, без средств идет. Мы газопроводы бинтовали, мы людей раненых сами бинтовали, спасали и возили их в больницу. Мы пожары тушили, но мы ведь это делали, и мы слышим, что местное самоуправление у нас еще не доросло для того, чтобы самим руководить здесь у себя. Сверху должны подсказывать, да, какой должен быть бюджет, какое учреждение открывать, какое закрывать. Идет, это невозможно. Пока это Украина не поймет, Украина не состоится. И нельзя ни в коем случае делать под одну гребенку всех, чтобы, допустим, Павлопольский совет и, допустим, какой-то сельский совет там на Закарпатье где-то, да, или во Львовской области, или в Одесской, да, или на Полтаве жили, ну уж совсем по одинаковым правилам. Это невозможно, потому что Украина разная. Вот. Я считаю, эта реформа должна вырасти снизу. И, может, сегодня в муках, может быть, с этой войной, может, это она и рождается, Украина, понимаете?